Если говорить о развитии предпринимательства в оленеводстве и переработке сырья на местах, немаловажную роль, конечно же, здесь будет играть логистика. А в северных и арктических районах Якутии она по большей части держится на малой авиации. Причем не только для отрасловиков, но и для рядового жителя. О том, как сегодня живет малая авиация в Якутии, как ее планируют развивать, расскажет Евгений Тайтонов. Верхний Вилюйск площадки имеет Вилюйск, имеет Кобей, имеет Алёк, имеет Среднеколымск, имеет Чурапча у нас закрыта, это Кёль закрыта, осталось Амга, Барагонцы. Мы же еще хотим этот центральный улус захватить, потому что один самолет у нас будет стоять в Якутии. В развитии малой авиации в Якутии планируется перенять опыт Аляски, площадь которого два раза меньше нашей республики. Численность населения составляет 1760 человек. Работает 271 авиакомпания, 12 тысяч самолетов. По данным сейчас по всему миру насчитывается 360 тысяч малогабаритных летательных аппаратов. Из них 190 тысяч самолеты компании «Сесна», которые полностью отличают суровым условиям нашего климата. Мы увеличиваем уставный капитал «Тульмада Лизинг» на 200 миллионов рублей. «Тульмада Лизинг» покупает на 168 миллионов 3 самолета у фирмы «Сесна» и передает наши ассоциации в «Лизинг». Осталось 32 миллиона. Поступает из России через ассоциацию 139,5 миллионов рублей. Туда же прибавляются вот эти 32 миллиона. И опять покупается вторая партия трех самолетов. И если все у нас хорошо служится, в этом году мы купим 6 самолетов. Как уверяют специалисты, развитие малой авиации никак не отразится на авиакомпании «Якутия» и полярной авиалинии. Я бы авиакомпанию «Якутия» оставил на магистралях. Москва, Хабаровск, Владивосток. Внутри республики я использовал на межулусных перевозках дальних все-таки компанию полярной авиалинии. С их самолетами АН-24, АН-26, Л-410 до Чукурдаха, до Зырянки, до Колымска. На больших магистральных направлениях с большой наполняемостью пассажирами должны ходить крупные компании. А ассоциация малой авиации, частный, малый бизнес должен заниматься перевозками близкими. «Якутия» и «Якутия» с ангара. Проблема до сангара добраться у нас, ну что смеяться, 300 километров. Туда можно летать 6 раз каждый день, самолетом малой авиации, возить по 5 человек, это у нас 20 человек. Ну надо 40 вывезти, ну отправим 2 самолета. Купленные самолеты в первую очередь обеспечат транспортной доступностью отдаленные районы республики. У нас санитарная авиация это Ми-8, Л-410 и в лучшем случае Ан-2. То есть дорогостоящие аппараты летательные, да, сейчас в республике немало легких аппаратов, типа Робинсон и так далее. Мне кажется, приходит время использовать вот эту технику, более дешевую, в несколько раз. Хотя бы в летнее, теплое время, осеннее, весеннее распутится. И в летнее время их использовать как машины скорой помощи. Мы для того, чтобы вывезти одного больного, отправляем Ми-8. Согласно правил, сажать туда, кроме больного и врача, никого не имеем права подсаживать. Ми-8 или час полета 250 тысяч рублей. Два часа туда, два часа обратно, миллион рублей вылетел. Что ж такое-то? Настрел волков Ми-8 опять летит. Он всего 4 часа полетал в этом году. Ну что там, двух волков застрелил и себестоимость этой работы поднял на очень большой уровень. В то время, как существуют вертолеты малой авиации, стоимостью 100-150 тысяч долларов. И час полета у него стоит 20 тысяч рублей, в 10 раз меньше. Так, кроме того, он может, мое предложение, захрипеть за охраной природы. Он и браконьеров ловит, смотрит волков, смотрит за миграцией оленей. Отслеживает биоресурсы, отстреливает волков. Но это же экономика требует, современная экономика требует все-таки, чтобы появились в некопитающейся сфере транспорта. Необходимая длина взлетно-посадочной полосы для «Сесны» 500 метров, когда как для «Ан-2» требуется 1700 метров полосы. Самое главное преимущество самолетов этой компании – это то, что они могут совершать посадки любой местности. Будь то вода, снег или грунт. Плюс к этому, таким малогабаритным самолетам зимой не требуется теплый ангар. Из-за легкости эксплуатации и обслуживания цена на билеты будет низкая. Если маленький самолет, там пилоты, все, он же техобслуживание, он проводит текущее обслуживание, капитальный ремонт, он по договору вызывает с производителя. Приезжает, он делает капитальный ремонт. Все. За счет этого билет недорогой. Мы готовы выполнять рейсы по заявкам. Не ждать, пока накопится там 20 человек на вертолет, на самолет. А за тремя человек им прилетит самолет и вывезет их туда, куда нужно. Купленные самолеты планируется разместить в Якутске, Вилюйске и в Кобяйском районе. Самолет может пролететь без дозаправки 1500 километров с максимальным грузом 450 килограмм. Тем самым охватив практически все отдаленные районы. Евгений Тайтонов, Василий Слепцов, Владимир Таюрский. День за днем. Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова